Сиг, сиг, сиг! Номер Метал-Приста! Хел и пицца были спорят, чтобы были выпадены! Эпо! Рецензия в немецком журнале Метал Хааме за 1986 год 8 номер. За исключением адских баттерей на шведской сцене почти не было групп, которые играли бы по-настоящему тяжело. Хард-рок и коммерция определили основной тренд в стране лосей. Но теперь ситуация коренным образом изменилась с помощью Candlemas. Это трио представляет металл самого тяжелого типа. Американский критик даже назвал группу одной из самых тяжелых групп в мире. И эта группа действительно такова. Лидер группы Лейв Эдлинг и его товарищи доказывают, что настоящая тяжесть не обязательно должна быть скоростной. Шесть треков из дебютного альбома Эпикус, Думикус, Металликус, которые по времени составляют в общей сложности 43 минуты. Звучат в тяжелом и медленном направлении Трабл и Блэк Саббат, которые очевидно являются абсолютными фаворитами нашей троицы. Так и в плане текстов в Candlemas есть что предложить. Да и звучание не подвело, мне кажется. Твердая шестерка тут оправдана. Шесть и семи баллов. Оливер Клем. Привет всем! Вы на музыкальном канале Vault of MP. И сегодня у нас будет обзор на культовый альбом под названием Эпикус, Думикус, Металликус группы Candlemas. Но перед тем, как мы начнем, я хочу выразить дикий сцен к нашим подписчикам, благодаря которым и выходит сегодняшний обзор. А именно Черному Ящику, For Example Гай, Фир Крашеру, Надю Укире, Васе и всем остальным, кто поддержал сегодняшний ролик. Честно сказать, это был один из самых сложных и многострадальных сборов. Ну значит тогда в будущем больше нет смысла делать обзоры на Candlemas. И последнее, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, ну а также в описании все полезные ссылочки, ну а также по возможности станьте спонсором Boost или Patreon. Вы сейчас, наверное, будете дико угорать, но я долгое время думал, что на этом альбоме поет Мессая. Потому что я никогда не был фанатом Candlemas, а Мессаю всегда подавали, как оригинального певца группы. И соответственно, долгое время я думал, что на альбоме Эпикус, Думикус, Металликус поет именно Мессая. Но когда я случайно наткнулся на информацию на металл архивах, то я был в диком шоке, что это был не Мессая, а вообще какой-то приглашенный вокалист. Да, возможно сейчас это для кого-то также будет откровением, что это был не Мессая. Сейчас бас-гитарист Лейв расскажет нам, как на альбоме появился приглашенный вокалист и соло-гитарист. Мы постоянно искали вокалиста, поэтому я пел временно. И я бы и наверное испел на альбоме, если бы Мац не нашел Йохана. На самом деле о Йохане мы знали еще и раньше. Он у нас появился буквально за пару дней, как мы вошли в студию с Ander Lord. На демо о Sorcerer's Pledge пел большую часть песен более низким тоном, чем Йохан. Но общий вокальный диапазон был примерно таким же. Я тогда не был таким хитрым, чтобы придумать куплет или песню для другого певца. Я просто писал песни в тональности ля и ми. А Йохана я не выбирал, это сделал наш барабанчик. Они жили в одном и том же городе Стокгольма, Якобсберге. То, что Йохан так хорошо вписался в Epicus Dumicus Metallicus было совершенно фантастическим. Чистая удача, не более. Я знал класса и помню, как мы попросили его присоединиться к Эндлмесс. Но у него была другая группа Arrow, поэтому он отказался. Вот почему Кэндлмесс чуть не развалился после Epicus Dumicus Metallicus. У нас не было ни ведущего гитариста, ни певца. И вдобавок всему Epicus Dumicus Metallicus продавался не так уж много. Только когда мы нашли Мессию и встретили Ларса Йоханссона в стокгольмском хардрок-кафе мы определились с составом. Окончательно. Чтобы вы понимали, изначально в группе было три человека. Барабанчик, рит-гитарист и басист-вокалист. А вообще должен был петь бас-гитарист Лейв, который и так пел на ранних демо. Честно сказать, очень хорошо, что так получилось, потому что вокал Йохана идеально подходит под музыку Кэндлмесс. Кстати, в начале 90-х он хотел вернуться в группу, но группа тогда не захотела. Но все же в 2018 году Йохан вернулся обратно в группу. Кэндлмесс уже с ним успели выпустить целых два альбома. Ну а сейчас Лейв расскажет нам, как сочинялась музыка для альбома и откуда были взяты песни. У нас были Демон Гейт и Блэк Стонвейльдер из предыдущей сессии, а также Андер Оак из «Мои вещи, концепции Tales of Creation», которые написал в Немесис. Только солитюд был совершенно новым. Сделай это за неделю или около того, как мы пошли в студию. На самом деле я хотел, чтобы Демон Гейтс открыла Эпикус Думикус Металликус, но барабанщик настоял, чтобы вместо этого мы использовали солитюд. И он был прав, конечно. Для Tales of Creation концептуальная история была написана в самые последние месяцы существования Немесис. Я бы сказал осенью или зимой 1984 года. В начале 1985 года первая версия Кэндлмасс увидела свет. И мы записали несколько песен в студии Гаражет в Стокгольме. Это была самая первая демо Кэндлмасс, содержащая What Child, Crystal Ball, A Sorcerer's Pledge и Into the Unfotomy Tower. Как вы видите, сами практически все песни были взяты с демо. Место композиции What Child появилось в солитюд. Лично по моему мнению, материал альбома звучит очень интересно и оригинально. Да, конечно, слышно влияние Black Sabbath Trouble, но все же это звучит весьма интересно. Плюс вокал Йохана это делает все более совершенным. Альбом Эпикус Думикус Металликус вышел 10 июня в 1986 году на лейбле Black Dragon Records. Кстати, в то время на этом же лейбле выходили Manila Roth. Сразу же вам расскажу такую одну интересную вещь, что по продажам альбом для лейбла оказался провальным. Поэтому следующий альбом Кэндлмасс уже выходил на другом лейбле. И вообще, после выхода альбома группа практически не распалась. Но большему счастью появился Мэсай и новый соло-гитарист, и поэтому группа смогла снова переродиться. А дальше вы уже знаете, это все история. Альбом был записан с сопродюсером и инженером Valhalla Warrior. Если кто не знает, кто это такой, это гитарист-вокалист Хэви Лот. А настоящее имя, если я правильно произношу, Рагне Вайл Квист. Но извините, шведский я не знаю, поэтому возможно произношу с ошибками. Но то уже такое, главное, что у него пафосный никнейм Valhalla Warrior. Также еще интересно то, что следующий альбом Nightfall также был записан с ним и на студии Сандерлот. Также он еще записывал и другие шведские группы, например, как демки Морбида с Дэдом. В начале 2000-х он еще продюсировал Hammerfall, ну а также записывал демку Инги Мальстена в 80-м году. Это, кстати, было второе демо Виртуоза. Ну а теперь вам нужно еще раз все переосмыслить. Он записывал Морбид с Дэдом, да, тем самым, который пел Мэйхем и сделал самоубийство, ну а также Инги Мальстена. Да, разрыв шаблонов, но такое бывает. Что касается звучания альбома, лично мне оно даже очень нравится. Да, альбом не звучит сильно вылизанным, но это и хорошо, потому что сырость придала альбому некой живости. Понятное дело, что группа записала альбом с небольшим бюджетом. Поэтому я считаю, что в общем результат получился неплохим. Все хорошо сидит в миксе, все отчетливо слышно, что вам еще нужно? Резюмируя, как для пластинки 1986 года, звук получился реально очень неплохим. Ну и плюс по моим ощущениям присутствует какая-то магия звука. Сейчас я вам расскажу парочку интересных фактов об альбоме. Для Solitude было снято по ложевое видео с Мессией. Как гласит надпись в буклете, Лейф Эндлинг хотел посвятить Solitude себе. Голос в начале Demonsgate преднадлежит Лейфу Эндлингу, но замедленный. Также Demonsgate лирически основан на классике ужасов Лучо Фульчи 1981 года за гранью. Композиция Under the Oak была написана как часть концепции Tales of Creation, первоначально выпущенной на демо с тем же названием. Blackstone Wilder это личная интерпретация Лейфом Эндлингом Трех Волхов и она содержит мелодию из шведской песни 19 века. Фермин Doom Metal и эпический Doom произошли от названия этого альбома. На обложке альбома Epicus Doomicus Metallicus красуется фотография Ульфа Магнесона. Да, это не рисунок, а фотография. Как я понимаю, они взяли эту фигурку, которую вы видите на обложке, сфотографировали, а потом просто обработали. Поэтому она не выглядит как простая фотография. Лично мне обложка альбома очень сильно нравится, потому что она выглядит очень символично. Но реально это череп с крестом, чуть ли не икона целого стиля. Поэтому лично я думаю, что лучшую обложку для этого альбома не придумать. Как вы понимаете, для этого альбома не нужен был какой-то супер шедевр, чтобы он был там разрисован, куча мелких деталей и всего. Нет, для этого альбома нужна была просто символичная и лаконичная обложка. Ну а время, конечно же, все доказало. Ну и плюс я думаю, что именно в последних 20 лет эта обложка и получила больше всего внимания. Потому что именно в это время аудитория начала наконец-то понимать всю культовость и важность этого альбома. Соответственно появились татуировки с этим знаком, ну а также тона мерча. Из альбома Epicus Dumicus Metallicus мне нравятся все композиции, но выделю одну любимую. Это конечно же Crystal Ball. Блин, какой же там дико крутой вокал, ну а также гитарное соло. Очень жаль, что именно на эту песню группа не сняла клип. Но вы, мои любимые друзья, в комментариях можете написать вашу любимую композицию с альбома Epicus Dumicus Metallicus. Ну а сейчас известные музыканты расскажут нам, что значит для них этот альбом. Ockerfeld Opus. Этот альбом остается одним из величайших сокровищ сцены. И они это знают. Они бы могли гастролировать только с этим альбомом годами. И люди все равно бы приходили послушать, как они исполняют эти песни. Они вне времени на самом деле. Когда я вижу треклист альбома, у меня прямо аж мурашки по спине. Классика за классикой. Fenris Darktron. В конце лета 1986 года Candlemas появились среди виниловых пластинок на Rebel Records. Шестью песнями довольно длинными. И они меня моментально зацепили. За считанные секунды прослушивания я понял, что я нашел что-то экстраординарное. Я был поражен звуком, невероятно подходящим вокалом, эффектами ревербрации и эхо, крошечными томами на ударной установке и несколькими синтезаторными аранжировками. Epicus Dumicus Metallicus сразу же вошел в десятку лучших металлических альбомов, которые у меня были и никогда не покидал этот список. Думаю, то же самое и у Ноктюрна Культо. Грег Макинтош. Он вышел в то время, когда металл двигался в другом направлении. Эта пластинка оказала непосредственное влияние на меня как гитариста и автора песен. Гитарное соло в Crystal Ball всегда было моим любимым. Тон и эмоции в нем намного превосходят любую техническую игру. С тех пор я гоняюсь за стилем плачущей гитары. Джон Перес. Ex Solitude Aeternus. Этот альбом отличается вневременным качеством производства. Он и сырой, и вылизанный одновременно. Барабаны звучат очень громко. Я работал в нашем местном техасском магазине металлических пластинок. Когда альбом был выпущен, каким-то образом нам удалось раздобыть несколько копий. И Винни Пол из Пантера был в магазине. Он всегда спрашивал меня о новых вещах и мило болтал здесь и там. И на этот раз ему поставил этот альбом. И он был очень впечатлен. И даже сказал, что барабаны и звук барабанов на этом альбоме потрясающие. Эпический дум не был совсем тем стилем, которым увлекались ребята из Пантеры. Но даже Винни Пол должен был признать, что это было убийственно. Я думаю, что после этих слов никто не посмеет оспорить культовость этого альбома. Я думаю, что фанаты Дума неоднократно слышали влияние Candlemas в своих любимых группах. Я как фанат Конфессора неоднократно это слышал. Ну а сейчас я вам покажу анбоксинг винилового бокса к 35-летию альбома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лично для меня альбом эпикус думикус металликус это феномен шведской сцены. Согласитесь, что Кэндалмэс очень сильно выделяется и выделяется и выбивается со шведской металл-сцены. Вот честно сказать, если бы мне кто-то включил альбом и спросил, а как ты думаешь, с какой страны эта группа? Я бы сказал, что это или Англия, или Америка. Но больше всего склонялся бы к тому, что это группа с Англией. Но реально согласитесь, что Кэндалмэ звучит очень по-британски. И вообще для меня этот альбом это как будто какое-то нереальное продолжение альбома Black Sabbath Heaven and Hell. То есть это то, к чему Black Sabbath могли бы прийти со своим творчеством. Но это сделали первыми Candlemas. И еще интересно то, что этот альбом вышел в самый разгар трэша. То есть по идее канонам того времени этот альбом должен был просто потеряться. Но как вы помните, так и в начале случилось, ну а потом уже группа с мыса и вырвалась. Еще забавно то, что группа все же пыталась как-то подстроиться по трэшевую волну. Если вы еще каким-то странным образом не слышали этот альбом, то я вам дико советую. Фанаты периода Dio Black Sabbath должны особенно заценить. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео с на большим пальцем. Ну а также не забываем подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик. Ну а также все самые полезные ссылочки в описании. Подписывайтесь, мы вас там ждем и до новых эпикус, думикус, металликус встреч. Субтитры сделал DimaTorzok